При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамоты.ру, академик.ру, викисловарь. Первая наша тема – это правописание гласных «е-и» в падежных окончаниях существительных. Для того, чтобы правильно написать эти гласные, мы должны знать, к какому типу склонения относится наше существительное и в какой падежной форме оно находится. Существительные первого склонения, например, стена-земля, в форме родительного падежа имеют окончание «ы-и» у стены, у земли. В форме дательного падежа они имеют окончание «е» по стене, по земле. В форме предложного падежа также имеют окончание «е» в стене, в земле. Существительные второго склонения, например, «конь-окно» в форме предложенного падежа имеют окончание «е» на коне, на окне. Существительные третьего склонения, например, слова «любовь» в родительном падеже, дательном или предложном, они имеют окончание «и» для любви, к любви, о любви. Разносклоняемые существительные в данных падежных формах имеют окончание «и». Давайте вспомним, что разносклоняемые существительные – это 10 существительных среднего рода, оканчивающихся на «мя» – «время», «бремя», «вымя», «стремя» и т.д. Для примера возьмем два из них – «имя», «время». Поставим форму родительного падежа «нет чего?» – «имени», «времени». Дательный падеж «к чему?» – «к имени», «ко времени». Предложный падеж «о чем?» – «об имени», «о времени». Следующая наша тема – это постановка тире в простом предложении. Тире ставится в простом предложении между подлежащим и сказуемым, если они выражены именами существительными в именительном падеже. Океан – пространство для путешествий и исследований. Подлежащее – океан, что выражено существительным в именительном падеже. Что говорится про океан? Океан – это пространство. Сказуемые выражены существительным в именительном падеже. Именно поэтому между ними нужно поставить тире. Тире между подлежащим и сказуемым ставится в том случае, если они выражены глаголами в форме инфинитива. Заниматься физкультурой – значит укреплять здоровье. Подлежащее в этом предложении «заниматься» выражено глаголом в форме инфинитива. Заниматься – что делать? Что говорится про заниматься? Что это значит? Это значит укреплять здоровье. Сказуемое выражено глаголом в форме инфинитива – укреплять. В состав сказуемого входит частица «значит». В этом случае между главными членами предложения нужно поставить тире. Тире также ставится в простом предложении, если оно осложнено рядом однородных членов с обобщающим словом. Причем это обобщающее слово стоит после ряда однородных. «Ни зверей, ни птиц, ни насекомых. Никого не было слышно в лесу перед грозой». В этом предложении мы видим ряд однородных дополнений. «Ни зверей, ни птиц, ни насекомых». Однородные дополнения связывает повторяющийся союз «ни». После однородных дополнений стоит обобщающее слово «никого». Именно в этом случае перед обобщающим словом после однородных членов предложения нужно поставить тире. Тире также ставится в предложениях с прямой речью в том случае, если слова автора стоят после прямой речи. «Я тоже ходила в школу каждый день», – сказала Алиса. Прямая речь. «Я тоже ходила в школу каждый день». Прямая речь заключается в кавычке с двух сторон. Первое слово пишется с большой буквы. После кавычек мы ставим запятую, так как прямая речь представляет собой предложение повествовательное, не восклицательное. Прямая речь отделяется от слов автора с помощью тире. Примерно по такой же схеме строятся и остальные два предложения. «Скушает кошка летучую мышку?» – сквозь сон повторяла Алиса. Прямая речь. «Скушает ли кошка летучую мышку?» Прямая речь представляет собой вопросительное предложение, поэтому мы ставим вопросительный знак. Ставится он внутри кавычек. Прямая речь отделяется от слов автора с помощью тире. «Отрубить им головы!» – закричала королева. Прямая речь «Отрубить им головы» – это восклицательное предложение, поэтому мы ставим восклицательный знак, но уже внутри кавычек. Прямая речь отделяется от слов автора с помощью тире. Прямая речь. Прямая речь. Продолжение следует...